Коллеги, мы продолжаем. Итак, PSS BIM Tools, расширение для платформы Revit для оформления рабочей документации. Итак, Наталья Парфенова, пожалуйста. Как я уже говорила, буду рассматривать ряд приложений, которые позволяют работать с документацией в Revit, направленные на... Раз, раз. Которые нам позволяют оформлять документацию, так скажем, некие примочки. И этот модуль называется... Не слышно? Не слышно. Раз, 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 раз. Не работает. Раз, раз, раз. Да, мы уже поближе. Микрофон не выдерживает. Раз. Давай вот это все-таки попробуем. Давай. Набор модулей, да, Fast Documentation Tools. Что сюда входит? Это комплект некий, который позволяет ускорить процесс формирования документации и позволяет нам перенумеровать элементы, импортировать внешние данные и расширение функционала легенд. Мы создаем динамические уже легенды. Ускорение работы с простановкой размеров и управление работой с листами. И здесь пять модулей, о которых я сегодня расскажу. Показывать я буду вживую. Сейчас пока так общая презентация. Ну, слайдики. Первый модуль – это SortMark. Это приложение направлено на сортировку, изменение данных, параметров, добавление новых параметров в модели Revit. И, наверное, интереснее всего посмотреть, как это работает. Есть у меня некая модель, такой небольшой домик, так скажем, здание в пять этажей. И вот на примере этой модели мы с вами немножко сегодня посмотрим, поработаем. При установке комплекта PSS Beam Tools появляется новая вкладка в Revit. И появляются на самом деле две вкладки. И отдельной вкладкой идет документация. То есть вкладка документации. И здесь вот мы видим все наши дополнения. И начнем мы с вами с SortMark. Будет еще, чтобы было удобнее. И давайте сначала посмотрим, что здесь есть. Здесь первое – это возможность автоматической перенумерации осей. То есть кто работает в Revit, сталкивались, если вы нарисовали там большой объект, 30-40 осей, потом по каким-то причинам появилась новая ось где-то в центре. Это, конечно, приходится все вручную перебивать. Это неудобно. Второе – это возможность, так скажем, переопределения параметров помещений, пространств, листов и любых элементов Revit. Мы с вами это посмотрим. Возможность определения направления открывания двери автоматически. Возможность определения элемента ориентации. То есть правый элемент относить к правым или к левым. Ну или по своим каким-то параметрам забить. Возможность определения ориентации по сторонам света у элементов. Это удобно к окнам для вывода в спецификацию. И удобная функция – это расчет высоты элементов. Давайте пойдем по порядку. Перейду на план этажа. Ну, например, вот у меня сейчас промаркированы ось 1, 2, 3. И я задам такое условие, что вот эта ось у меня исчезла. И где-то у меня появилась новая ось. Ну, по каким-то причинам в проекте произошли изменения. И я вижу, что чтобы это сделать стандартным функционалом Revit, я должна выбрать элемент, выделить и поменять. Сделать это с каждым элементом, что позволяет нам sort mark. Мы заходим в первую функцию. Здесь попадаем в такое диалоговое окно, которое, во-первых, делит все наши оси по фильтру на горизонтальные, вертикальные, дуговые оси и диагональные оси. Либо выбор всех осей сразу. В данном случае меня интересуют вертикальные оси. Я их изменила. Я сразу вижу, что у меня появилось новое имя. Я пока ничего не изменила. И старое имя – это вот нет третьей оси. И какая-то ось N появилась новая, неизвестная. Что я могу сделать? Я, например, хотела задать автоматически. Я набираю здесь тот символ, который нужно изменить. То есть маркировка будет начинаться с цифры 1. Нажимаю кнопку «Маркировать». И я вижу, что все оси у меня стали по порядку. Так, как нужно. И дальше нажимаю «Ок». И теперь у меня появилась ось 3. И ось N преобразовалась в пятую. Все произошло автоматически. Что касается горизонтальных осей. Вот у меня сейчас здесь русские оси. И дальше идет английский алфавит. К сожалению, вот эта версия англоязычная. Не успели выпустить версию русскую. Она находится в процессе тестирования. Поэтому, так скажем, горизонтальные оси кириллицы я не могу таким же образом прописать. Но в ближайшее время выходят русские версии всех этих продуктов. И, естественно, там все это будет доступно. Но даже несмотря на это я могу обойти другим путем. То есть я могу просто вручную забить те значения, которые мне здесь нужны. И это будет все равно быстрее, чем я буду выбирать каждый элемент вручную. Что можно сделать еще? Если вы не хотите каждый раз отслеживать эти изменения, вы можете поставить галочку «Автоматическая сортировка осей». И что мы тогда видим? Если я добавляю новую ось или удаляю существующую, я вижу, что мне программа автоматически все изменила. Точно так же я могу создавать значение 1 дробь 1. 1 дробь 2, если это необходимо. Просто вместо цифры, допустим, 1 или а дробь 1, я забиваю атом дробь и цифру. И он меняет только цифру аналогичным способом. Ну, здесь, в принципе, все. Что у нас есть еще? Перейду на план другого этажа. Здесь у меня появляются квартиры. И появляется какая-то марочка на помещение. То есть я вижу, что у меня все помещения хаотичным образом в данном случае имеют номер хаотичный. То есть здесь какой-то 300, здесь 14, здесь 17. То есть как я там прощелкала в проекте, что-то там появилось. Как это меняется классически? Это меняется через спецификацию быстрее всего. Что предлагает SortMark? Мы заходим в функцию перенумерация помещений. Выбираем тот параметр, который нам необходимо изменить. То есть это может быть необязательно номер или имя. Можно создавать свой новый параметр. Мы тоже с вами посмотрим. В данном случае нас интересует номер помещения. Окей. Выбираю. И попадаю в новое окно диалоговое. И я задам условие, что я бы хотела создать номер помещения по следующему принципу. Первая цифра будет указывать на номер этажа, а остальные две номер помещения на этаже. То есть там 301, 302, 101, 102, 103. Каким образом я делаю? Попадаю в диалоговое окно. И здесь что я вижу? Во-первых, категория помещения. Какой параметр мы будем изменять? Номер. И количество элементов. Если бы я выбрала в проекте какие-то конкретные помещения, я бы меняла только их. В данном случае я ничего не выбирала и автоматически меняются все элементы помещения. Теперь я должна настроить параметры, так скажем, алгоритма изменения значения. Первое, что я хочу, это чтобы цифра обозначала номер этажа первое. То есть вот у меня уже вынесено номер уровня прописывался. Я могу из этих параметров, то есть это все параметры, которые относятся к элементу помещения. Они здесь у меня присутствуют. Я могу выбрать любое условие. В данном случае меня интересует номер этажа. Дальше нумерация. Нумерация меня интересует, чтобы порядок был 1, 2, 3, 4, так скажем, по нарастающей. Я выбираю параметры экземпляра ID. Затем я хочу задать условие, чтобы вся нумерация у меня шла, например, сверху вниз. То есть у меня 301 было где-то в правом углу, там, в верхнем, а помещение там 360 внизу, либо наоборот. То есть направление по оси Х или по оси У. Давайте я задам направление. Ну, можно по оси У со знаком минус. Просто последние настройки программа запоминает, да, которые вот выполнялись. Следующее. То есть выбираю, могу, в принципе, по оси Х выбрать. Здесь на ваше усмотрение. И последняя вкладка, она показывает нам, что же необходимо вынести непосредственно в параметр, да, какие значения. Ну, первое меня интересует, это номер уровня. Я выношу, ну, можно просто исключить. То есть все, что я выбрала ранее, у нас появляется в левом окне. И все, что я хочу вынести, я переношу в правый. Я добавляю первое, номер уровня. И второе, я добавляю калькуляцию. Это чтобы тот параметр, который будет очередность показывать. То есть 1, 2, 3. Добавляю. Так, и здесь я хочу, чтобы было два знака. То есть не просто там 3, 1, там 31, а именно 301, да, чтобы 0 прописывался. То есть здесь я ставлю цифру 2. Поставлю 3, будет 3000. И теперь я нажимаю просто-напросто ОК. И вижу, что автоматически произошло изменение 257 элементов. Я потратила на это буквально, ну, если бы не разговаривала, да, буквально несколько секунд. И нажимаю ОК. Видите, все мои марки, они изменились. Я вижу 307. И я вижу, что у меня по оси Y 351. Изменилось все. Как происходит? То есть где пересечение осей есть, та будет первая, соответственно, да, вот эта точка пересечения. Если здесь чуть ниже, значит здесь следующий номер порядковый. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Что можно сделать еще? Так, ну, в принципе, здесь можно поменять точно так же имя и любой другой параметр. Так, теперь давайте посмотрим, как можно изменить другие элементы. Не помещение. Давайте поработаем, например, с окнами. Я хочу, я могу выбрать элемент окно и зайти в функцию нумерации элементов. И автоматически попадаю в выбор параметров. Если я никакой элемент не выбираю, а захожу сразу в функцию, то программа мне предлагает выбор категории. То есть я могу это сделать вот здесь. Например, окно. Окей. И я бы хотела задать значение окна следующим образом. Например, номер окно ОК1, маркировка типа размера, вынести параметр, ну, значение. И следующее это номер помещения, к которому относится это окно. Я бы хотела знать, в каком помещении какие окна, замаркировать это. Ну, это опять же такой образный, да, показ функционала. Я, например, хочу это все прописать в параметр маркировка. Нажимаю ОК и задаю опять необходимые мне значения. Первое – группирование по маркировке типа размера. Могу удалить, выбрать, то есть маркировка типа размера. Нумерация будет по номеру помещения, выбираться элементы. Сортировка в данном случае абсолютно не принципиальна. То есть неважно, можно ничего не выбирать. И последнее, что я хочу вынести в марку, это первое – это маркировка типа размера. Разделитель могу поставить, точка, ну, или там тире. И второе – это номер помещения, к которому относится. 73 элемента, то есть все окна были изменены успешно. Теперь выбираю элемент окно и смотрю, что в параметре маркировка у меня появились все мои условия. То есть это ОК1 относится к помещению 345. Проверяю, да, действительно помещение 345. Ну, можно поставить стандартно, маркировать все, чтобы это было наглядно. Так. Не та марочка. Побольше нужно было. Вот я вижу, что у меня на всех окнах произошли эти изменения в параметрах. Соответственно, все это я могу вынести в спецификацию. Что можно сделать еще? Давайте поработаем теперь с категорией двери. Все вы знаете, что обычно двери располагаются следующим образом. То есть мы привыкли, что у нас по ГОСТу нужно двери делить на правые и левые. Наше семейство создаются отдельно, типа размер на правую дверь, отдельно на левую. И получается много движений, когда мы устанавливаем дверь, понимаем, что здесь дверь должна открываться в другую сторону. Мы меняем ее тип, переключаемся, начинаем рисовать новую дверь. Опять приходится поменять тип. И получается вот это действие, когда мы бегаем, изменяем тип каждый раз. То есть не очень удобно, не очень приятно иногда это делать. Хотелось бы использовать семейство, похожее на стандартное, но с такими стрелочками. Когда мы установили дверь, захотели поменять управление, нажали на стрелочку и не бегаем постоянно в типоразмеры. Что можно сделать тогда, чтобы вынести все правильно в спецификацию, чтобы была у нас эта циферка. Это буква L, если это левая дверь, или правая, чтобы правая была. Как это сделать? Мы опять используем sort mark. Выбираем, я выберу, например, элемент дверь. Захожу в переопределение элементов нумерации. И давайте я создам новый параметр. Так, а давайте я вам сначала другую функцию покажу. Ну, можно так, можно по-другому. Направление открывания сначала. Заходим, вот здесь есть отдельная функция определения направления открывания двери. То есть выбираю дверь, но можно не выбирать. И вот здесь создам новый параметр, он будет отдельным. Окей. И этот параметр, пусть у меня так и называется. Направление открывания. Окей. И здесь я задаю, какие же двери будут правыми, какие левыми. То есть открывание правое прописываю. П, можно там правое прописать, как вам нравится. Левое, левое. Выбираю. Нажимаю окей. И в 186 элементов у меня прописался новый параметр. Я его могу найти вот здесь, в направлении открывания. Значение. И не нужно ничего, допустим, это проделать вручную. Как это теперь вынести в единый параметр? Я, например, выбираю дверь. Захожу переопределение параметра элементов. И захочу прописать это значение. Ну, пусть будет это в той же маркировке. Ну, можно создать новый. Очень просто. И здесь меня интересует следующее. Так, первое, что я хочу взять, это... Сейчас мы посмотрим двери. Первое, что я хочу взять, это имя типа... Ну, здесь, наверное, не очень удобно. Так. Комментарий, гост. Тип. Ну, просто тип можно было не прописывать. Видите, здесь прописан правый. Можно было прописать, то есть не играть с этими лишними символами, а использовать вот такое обозначение. Сейчас я немножко поменяю. Так, переименовать. То есть, в принципе, та информация нам таким образом. И захожу перенумерация элементов. Маркировка. Окей. Здесь меня что интересует? Это имя типа. То есть я хочу вынести DG21-8. Затем меня интересует... Так, комментарий. Комментарий. Это у меня будет... Нет, не комментарий. Следующее. Это мне нужно... Направление открывания вынести. Параметр. Так, направление открывания. Это как раз будет правое или левое, если это необходимо. Можно, в принципе, было на правую, то есть ничего не ставить, пустое, да? Букву P не ставить, было бы пусто в параметре. И здесь сортировка не имеет значения. И здесь что мы хотим вынести? Первое – это имя типа, как я уже сказала. И второе – это направление открывания. И еще я хочу добавить обозначение ГОСТа. К сожалению, забыла. ГОСТа у меня в описании прописан. Так. Имя типа. Комментарий. Направление открывания. Теперь описание. И здесь я выношу имя типа, направление открывания и описание. Никаких разделителей мне не нужно. Ок. Маркировка совпадает, но это понятно, потому что одинаковые двери есть. И теперь я вижу, что у меня в свойстве маркировка появилось, нужно мне значение. Если бы я не хотела, поставила здесь пробелы в суффиксе, было бы разделение, соответственно. И таким образом, если у меня все настроено, я этот параметр выношу в спецификацию. И мне не нужно каждый раз бегать. То есть я создала, обновила пару кликов мыши, определила, где правая, где левая. Можно исключить операцию первую, как я показала, направление открывания, а сразу промаркировать. Там есть функция, которая сразу подхватывает правая или левая. И вы получите это значение. Это, на мой взгляд, быстрее. Что можно сделать еще? Можно записывать направление, ориентацию элементов в проекте. Вот у меня есть стол. Например, правый, левый. Я бы хотела их разделить в спецификации. То есть одни элементы у нас будут правосторонние, другие левые. Это не обязательно элемент мебели, все что угодно может быть. То есть выбираю элемент, говорю, ориентация элемента отраженной, не отраженной, функция. Выбираю параметр, могу задать новый. Пусть комментарий будет. И здесь прописываю, что тот элемент, который я выбрала, он будет называться правым. Пусть он будет левый. Вероятнее. А тот элемент, который симметричен ему, будет правым. Говорю окей. И у меня появился новый параметр, который мне говорит, какой-то элемент, и спецификации я могу отсортировать, соответственно. Тоже я буквально ничего не делаю, нигде ничего не добавляю, просто несколько кликов мыши. Давайте перейдем в другой проект. Что я могу сделать здесь? Здесь я также могу промаркировать любой элемент, колонна, элемент, может быть, соединитель какой-то. Эти соединители, кстати, добавлены при помощи тех же tools, insert elements, то есть вручную я ничего не располагала. Но я вам хочу показать, как определить высоту каждого элемента. Потому что рейд, если мы выбираем элемент, нам позволяет только посмотреть, что это за уровень привязки, базовый уровень, и смещение относительно уровня. Но, например, когда вы делаете какие-то перемычки, нужно отметку низа от нуля учесть. Опять же, приходится только вычислять или прописывать. Либо, например, какую-то балку, отметку низа нужно показать. Либо отверстия. У нас какие-то есть отверстия, тоже нужно показать отметку по высоте. Что мы делаем? Выбираем элемент, выбираем расчет высоты. Также точно параметр. Здесь я создам новый параметр. Выбираем высота низа элемента. Например. И я могу выбрать, какое значение будет браться. Общее или проектное. Например. Проект. Все. 271 элемент определился. И теперь, если я поставлю высотную отметку, я увижу, что это 3,5. Выбираю элемент. Если проверить. Действительно 3,5. То есть здесь все автоматически. Опять же, все эти значения теперь мы можем вынести в спецификацию. Мы их можем замаркировать. То есть не прописывать вручную, а автоматически добавлять в марки. Основные такие функции, наверное, здесь все. Есть еще расчет координат автоматически, любых элементов, если это необходимо. И работают также с пространствами и с листами аналогичным образом. Следующий модуль – это оформление, вставка быстрых размеров. Это автоматически добавляет размеры как внешне, так и внутренне, создает единую цепь, объединяет несколько цепочек. Давайте вернемся к архитектуре нашей и посмотрим, как это реализовано в ревите сегодня. То есть чтобы проставить размеры, мы должны взять размер и внутренние размеры расставляются руками. То есть мы берем, привязываемся и начинаем образмеривать каждый элемент. Вот таким образом. Если объемы большие, тратится очень много времени на это. И когда мы делаем внешние размеры, так, стены полностью, то это идет следующим образом. То есть выбираем элементы, и иногда возникают вот такие неприятные ситуации. Нулевой размер, от которого достаточно сложно избавиться. Вручную, потому что иногда пытаешься это сделать, в итоге удаляешь всю цепочку и ставишь руками. Это неудобно, это неправильно. То есть вот таким образом. Что предлагают нам Тулса? Во-первых, это простановка внутренних размеров двумя кликами мыши. Я выбираю точку, от которой я хочу начать простановку размеров. Я выбираю вторую точку. У меня появляется размерная цепь автоматически. Первая точка. Вторая точка. Появляется размерная цепь. То есть ничего руками не выбираю. Если мы перейдем на файл. Вот здесь инженерные системы. Здесь у меня связанный файл архитектуры и сети. Непосредственно здесь нарисованы. Выбираю опять же эту функцию. Сейчас настройки посмотрим. Я вижу, что у меня воздуховоды автоматически подцепились, и автоматически образмерилась архитектура. То есть работа со связанными файлами. Где это настраивается? Здесь есть конфигуратор, в котором я могу выбрать те категории элементов, которые я бы хотела учесть в образмеривании. Можно создавать свои какие-то наборы конфигураций, сохранять их. Они будут всегда с вами. То есть не нужно каждый раз придумывать, выбирать. Можно выбирать архитектуру конструкции инженерной системы. И здесь выберу категорию. То есть выбираю категорию, выбираю автоматическое добавление, и могу задать условия либо по ширине, либо по центральной линии элемент подхватывать. И, например, я выбираю стены воздуховоды. Вот у меня уже создано. И точно так же меняю. Меняю. Если я меняю условия для воздуховодов по центральной линии, то вот они у меня по центру подцепились. Например, мы оформляем какие-то планы, те же кладочные, где очень много размеров. Это достаточно ускоряет процесс оформления. Если мы говорим о конструкциях, например, есть у нас две цепочки размеров. Вот так. И, например, цепь. Первая. Вторая. Это две отдельных цепи. Я бы хотела их определить в одну единую. Revit этого не позволяет стандартно. Здесь можно воспользоваться функцией соединения размерных отдельных цепочек в одну единую. Выбираю. Выбираю главную цепь, выбираю второстепенную. Сейчас. Скину. И у меня появилась одна цепочка единая, которую я двигаю, и типоразмер подхватывается от первой цепи. Так, давайте вернемся к архитектуре и посмотрим, как это работает, например, на фасадах, ну или разрезах. Например, так. Выбираю. Прошу прощения. Второй момент, да? Немножко запуталась. Второй момент. Если мы говорим о внешних размерах, то есть внутренне вот разобрались, если мы говорим о внешних размерах. Вот стандартно Revit нам выдает иногда такие коллизии. Чтобы проставить внешние размеры, можно пойти следующим путем. Далее существующее. Во-первых, можно выбрать все стены наружные. Например, вот эта стена. Выбираю. Автоматически все подцепились наружные стены. То есть не нужно прощелкивать вручную. Затем говорю создать размер, точку вставки. И у меня автоматически появилось три размера цепочки, которые первое – это проемы, второе – это оси и наружные стены, и третье – это общий размер. Это в несколько кликов мыши. Где это настраивается? Также есть конфигуратор, в котором вы можете собрать свои конфигурации, назначить количество размерных цепочек, создать условия образмеривания и задать, так скажем, смещение от стены, какие элементы захватывать, какие не захватывать. Вот таким образом. И на фасаде это выглядит. Ну, в разрезе можно... Сейчас. Так, точка вставки была неправильно установлена. Вот эти размерные цепочки. Можно делать точку вставки вручную. Можно делать точку вставки фиксированную. То есть здесь можно играть. Так. Ну, тут, наверное, в принципе, все. То есть можно также менять расстояние между размерными цепочками, сдавать, и можно расстояние от первого элемента менять. Следующее приложение – это динамические легенды, которые позволяют нам создавать такие спецификации, как, например, ведомость полов, ведомость каких-то, может быть, оборудования. Давайте тоже посмотрим. Вот у меня уже изначально заготовлен шаблон для таблицы будущей. И, например, я хочу создать легенду для дверей. Выбираю. И говорю, что я хочу создать новую легенду. Что можно здесь? Здесь можно вынести автоматически все виды в легенду и все необходимые нам параметры. Ну, здесь у меня уже заранее были вынесены, то есть в виде удобного дерева. Я могу увидеть все двери, находящиеся в моем проекте. Могу выбрать несколько, могу настроить фильтрацию, то есть выбрать только те, которые необходимы, и вынести в легенду. Можно настроить дерево, то есть удобно фильтрации по различным категориям. И, например, я хочу вот эти двери вынести в спецификацию и иметь еще вот эти параметры все. То есть можно настроить те параметры, которые я хочу вынести. Здесь, наверное, можно убрать. И определить, в каком помещении. То есть все, что есть в модели, все я могу вынести. Берем лишнее. Все, у меня появилась другая таблица, и здесь, естественно, изменилась. Вот все двери. Как создать таблицу? Первое. Я должна выбрать создать табличку с необходимыми параметрами. Вот я вижу, что у меня появилась некая таблица со всеми столбцами, которые здесь у меня представлены. И второе. Я должна просто-напросто сгенерировать уже все типоразмеры. То есть тоже буквально в несколько кликов мыши. Все двери у меня автоматически вынесли все выбранные типоразмеры и вся информация. То же самое делаем со всеми необходимыми элементами. Вот, например, здесь легенда по стенам, легенда по мебели аналогичным образом. Можно делать несколько видов одновременно. Не обязательно один. Можно вынести несколько видов, задать размеры, и размеры тоже автоматически будут подхватываться. И последнее, что хотелось бы показать, это работа с листами. Как автоматически выносить листы. Например, у вас проект многоэтажное здание, много этажей, много каких-то там похожих чертежей должно быть на выходе. И расположение элементов примерно одно. С одной стороны у нас, например, план, с другой у нас спецификация, третий 3D-вид, и все однотипное. Чтобы не выносить все это вручную, можно сделать при помощи менеджера листов. Выбираем. Создаем один типовой лист, шаблон. Говорим, что нужно сгенерировать на базе этого шаблона аналогичные листы. Здесь можно задать, какие параметры брать, не брать. То есть масштаб, уровень детализации. Необходимо нам эти параметры либо вручную настраиваются. Затем выбираем те виды, которые я хочу, листы с видами, которыми я хочу создать. Например, хочу еще план первого этажа и план второго этажа создать. Говорю ОК. Листы подсвечиваются. И успешно созданы еще два листа, которые здесь я могу поменять параметры сразу в виде таблицы. Если что-то не так же, как в шаблоне, нажать ОК. Все успешно сгенерировано. Здесь показываются все листы, которые есть в проекте. И я вижу, что появился лист. Еще один лист. Точка вставки такая же, как в шаблоне. Место вставки. Соответственно, может быть спецификация рядом и 3D-вид. Если листы сгенерировали и хотите добавить, например, на все листы разом спецификации или 3D-вид, можно выбрать менеджер листов существующих, выбрать опять шаблон, создать, добавить виды, выбрать функцию, выбрать тот вид, который хочу добавить. Например, 3D. Только нужно было вынести 3D в шаблон изначально. Вон 3-го. Добавить виды. ОК. Выбираю, что хочу на первый и второй этаж. Также добавить видовые экраны. Выбираю те листы, куда что разместить. То есть, например, вид секции 2 должен быть на листе. У меня это лист 9. Ну, не переименовала. Тоже функция автоматического переименования есть. И вид секции 1. Это лист 108 у меня. Так, немножко ошиблась. Не выбрала. Не ту точку вставки. Из-за того, что тороплюсь. Видите, выбрала точку вставки в соответствии с планом этажа. Нужно было выбрать в соответствии с 3D. И сюда у меня был бы вынесен элемент 3D. То есть, вот таким образом. Не нужно добавлять вручную на все листы. Можно сделать автоматически. Ну, здесь все. То есть, вот такие небольшие модули, дополнения, которые нам позволяют ускорить процесс нашей оформления, нашей документации. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, давайте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Железобетонные элементы армирования. Как-нибудь вот эти приложения используют? Переименование, группировку, чтобы сделать спецификацию. Переименование любого элемента возможно сделать переименование. Переименование по категориям. Что касается, если расположение элементов, то данное приложение не позволяет разместить элемент. Что касается маркировки, да, позволяет. Спасибо. И второй вопрос. У нас запрещены замкнутые цепочки размеров. То, что вы показываете, это прямое нарушение. Мало того, что это нормативных документов, это ведет к ошибкам. Я понятно поставил вопрос. Потому что замкнутые цепочки разрешаются только между осями, крайними. А так накапливается ошибка. Вот вы показали на воздуховодов. Я его должен привязать либо от одной стены, либо от другой. Либо один размер справочный. Вот это правильно. Вот вопрос к вам. Ну, не знаю, насколько я видела чертежи, размерные линии есть. Вы же можете не доводить до самого конца. Вы можете взять кусочек, который вы хотите одну линию образмерить. Если можно, я... Вот у меня две оси. Три стены стоят. Я привязываю одну стену от одной оси, вторую стену от другой оси. Средний размер мне уже не нужен. Я его все равно получу. То есть он может быть справочный. Но есть точность измерения. Я понятно поставил вопрос. Ну, тогда вам нужно вручную вставить стандартно. Нет, я не спрашиваю. Ну, либо вы можете создать цепь, выбрать, ну, как это классически происходит. Ну, вы показали цепь, она неправильная. Вы понимаете, в чем дело? То есть выбрать часть цепи через таб. Ну, и должен разбивать каждый раз. Я поэтому не спрашиваю. Ну, это если вам необходимо так сделать, то, конечно, только так. Спасибо. Спасибо. Так, есть ли еще вопросы? Так, руки. Руки ниже. Есть у вас, да? Пожалуйста. Можно настроить кратность размеров, например, чтобы было кратно пяти? Размеры. Это размеры ревита и стандартным путем они... То есть как позволяет это сделать ревит, округление, так и работает. То есть здесь не функционал в простановке размеров, а уже ревит идет, округление ревит. Спасибо. Еще вопросы? Так, ну, есть, да? Или нет? Так, ну, если нет, давайте еще раз Наталью поблагодарим. Спасибо, Наташа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.